Еще каких-то лет 10 назад никто и представить не мог, что в Китае будут массово производиться электромобили и не абы какие, а высокого качества и прям таки премиум класса от большого количества китайских производителей, каждый год радующих рынок своими новинками. В сегодняшнем обзоре у нас новый электромобиль 2020 года под названием X-Pen P7. И вот она, новенькая машинка, сделанная полностью у нас, стоит она чуть дешевле Tesla Model 3, но размерами чуть побольше и выглядит бомбически. Внешний дизайн в целом очень такой минималистичный, без излишеств, чистый и лаконичный. А сами формы машины очень спортивные, огромное внимание сразу привлекают футуристичные фары как спереди, так и сзади. А сейчас переместимся внутрь, здесь все тоже довольно минималистично и в глаза бросаются сразу два больших экрана. Давайте посмотрим, что с помощью них можно делать. Ну, во-первых, есть все привычные приложения, которые мы используем в смартфонах. Карты, навигатор, социальные сети, в общем, вплоть до того, что можно прямо из машины заказывать еду. А вот одна из главных фишек автомобиля, это отрисовка того, что находится вокруг машины. Отрисовывается окружение на удивление точно. Еще можно все это дело сфоткать и отсюда же отправить друзьям, например. Это чудо происходит благодаря многочисленным камерам и датчикам, которые спрятаны по периметру всего кузова. С их помощью можно управлять машиной, например, прямо с телефона, передвигать ее на какие-то маленькие расстояния. Также по этим датчикам автомобиль передвигается сам. Режим автопилота для конкретно этой модели пока что находится в разработке, но уже сейчас машинка умеет самостоятельно парковаться. Для начала машину нужно подвести в нужное место, и потом с помощью нажатия всего лишь одной кнопки на ключах включается программа, и машина начинает самостоятельно парковаться, ориентируясь по всем своим камерам и датчикам. Этот процесс не только выглядит очень круто, но и также освобождает от необходимости каждый раз самостоятельно вертеть баранкой туда-сюда при очередной парковке. Все, что машине нужно для парковки, это всего лишь наличие свободного места. Все остальное она делает сама. Также с этого экрана открывается лючок, внутри которого находится разъем для подзарядки автомобиля. Снаружи его никак не открыть, только изнутри. Можно управлять направлением воздуха из кондиционера, управлять всеми вообще фарами и любыми лампочками, которые находятся как снаружи машины, так и внутри. Есть еще очень много других функций, но их настолько много, что о них можно просто делать отдельный ролик. Руль на ощупь очень приятный. Кнопки на нем можно как нажимать, так и просто к ним прикасаться. То есть они сенсорные. Интерьер выполнен довольно удобно, также минималистично. Торпеда напротив пассажирского сидения плоская. Очень удобно размещать какие-нибудь нужные вещи. В дверях есть деревянные вставки. Сидения, ну, просто суперские. Мягкие, большие, сидишь как будто бы на кожаном диване. Очень большой упор сделан на музыкальное оборудование. Динамики находятся просто везде по салону. Колонки для высоких звуков под лобовым стеклом. В каждом сидении на переднем ряду в подголовнике встроены дополнительные динамики. Для заднего ряда динамики есть и на потолке, и по бокам, и в дверях. В общем, для тех, кто угорает по музыке в машине, тут с завода уже все стоит. Все, что можно. 80% крыши полностью прозрачные. Выглядит супер. Ездишь как будто бы в таком аквариуме. Сидения на заднем ряду такие же удобные, как и на переднем. Также есть два разъема USB и кондиционер, который тоже можно под себя настроить. На дороге P7 показывает себя тоже замечательно. И тут надо сказать, что есть куча разных режимов для вождения. Ну, например, в самом агрессивном, спортивном режиме машина разгоняется с нуля до 100 км в час всего за 4,3 секунды. Подвеска очень мягкая, впитывает в себя все кочки и неровности. Еще очень полезная для вождения функция – это голосовое управление вообще всеми фишками автомобиля. Окей, экспенд, переключи режим вождения на экономный. Режим вождения изменен. Ну вот, режим я переключила и при этом не отвлекалась от вождения, не нажимала никаких кнопок. К слову, в режиме энергосбережения машинка, конечно, не такая шустрая, но на самом деле для передвижения по городу этого вполне хватает. Максимальный запас хода на полностью заряженной батарее у этой модели – аж 700 км. А теперь поподробнее и про спортивный режим у этой машины. Спортивный режим просто бомбический. В этом режиме машина просто зверь. Среднестатистическая скорость разгона до 100 км в час – 4,37 секунды. Замечательным дополнением к спортивному режиму являются шины Michelin Pilot Sport 4, а также тормоза Brembo. И вот почему. Весит этот зверек 2,5 тонны, и такого монстра, естественно, нужно как-то останавливать. Со скорости 100 км в час до нуля тормозной путь составляет 35 метров 75 сантиметров. В принципе, неплохой результат для такой не особо легкой машинки. Следующий тест, где пригодились мишленовские шины – это тест на стабильность при резких поворотах на скорости. С этим тестом машина также справилась на отлично. И подвеска, и шины, и системы стабилизации не подвели. Внешне кажется, что машина вполне себе спокойно лавирует туда-сюда. Но если посмотреть запись из машины внутри, то можно заметить, что тряска просто бешеная. И с этой тряской P7 справляется на ура. Ну и, конечно, самое интересное место, где можно поиграться со спортивным режимом и потестировать машинку на пределах ее возможности – это гоночный трек. Но если сравнивать с тестом Теслы модель 3 на том же самом треке, то P7, конечно, был чуть-чуть помедленней. Но оно неудивительно. P7 и тяжелее, и длиннее, и шире, и выше Теслы модели 3. Поэтому, в принципе, такие результаты ожидаем. При этом машина себя на тестах вела стабильно, не перегревалась, никаких аварийных ситуаций с ней не случалось, аккумулятор не подгорал, все проходило в штатном режиме, но нужно учитывать, что на улице было 35 градусов тепла, плюс 35. Кто-то говорит, что это наша китайская Тесла, но, как по мне, эта машинка уже полностью самостоятельна, и поэтому не требует какого-то сравнения с западными марками электромобилей. Вот такая новинка от китайских производителей электроавтомобилей в 2020 году. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и до встречи в следующих видео. Всем пока!